Книга «Открытым оком», 29 том, тема «Канонизация», вопрос 3996. В последнее время ведутся споры в связи с проблемой канонизации Иоанна Грозного и Григория Ефимовича Распутина, но для того, чтобы рассуждать об этом, по моему мнению, необходимо сначала научиться некоторым истинам православия, знания которых, кстати сказать, было бы полезно и в духовной брани. Ибо без этих знаний, являющихся нашим духовным оружием, весы легко вовлекают нас в искушение, вызывая сади нас разделение, когда одни считают вышеназванных лиц святыми, а другие тяжкими грешниками и злодеями. Чем, между прочим, в отношении к Распутину репродуцируется ситуация подобного же разделения церковной общественности в начале XX века. Но, как говорит по поводу апостол Павел, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителя и тьмы веков, против духов, злобы поднебесных. Эфесянам 6 глава 11-12 стихи. И далее апостол, употребляя духовную брань и ее оружие телесной битвы, призывает верующих воспринять меч духовный, надеть шлем спасения, взять щит веры, облегшись броню праведности, припаяться в числа истину и обувь ноги в готовность благовествовать мир. Эфесянам 6 глава 14-17 стихи. Никто и нам не мешает духовную войну, которая ведется против нас демонами. Уподобить войне обычной стоит только разница, что в современном военном деле используются вооружения намного более сложные, чем во времена апостола Павла. Тогда-то и основных видов вооруженных сил было всего пехота и конницы, да иногда еще и грибной флот. А сейчас, хотя нет конницы, но зато есть артиллерия, танки, авиации, ракеты, флот, состоящий из надводных и подводных ракетоносцев. И, наконец, ядерное и термоядерное оружие. Соответственно, изменилась тактика и стратегия воюющих сторон. Однако нам для ответа на интересующий нас духовный вопрос нет нужды углубляться в такие сложности. Достаточно, на мой взгляд, разобраться с тем видом войск, который был всегда, то есть с тем, что можно назвать бесовской пехотой. По моему мнению, когда православные верующие ставят вопрос о канонизации Иоанна Грозного и Григория Ефимовича Распутина, бесы используют против православных один тактический прием, который применяется и в обычной войне. Этот прием состоит в следующем. Создается мощный укреп район, который в изобилии занимает пехота, усиленная большим количеством артиллерии, врытыми в землю танками и тому подобное, а затем противник провоцирует на атаку в лоб этого непреодолимого для него укрепления с тем, чтобы он понес как можно большие потери в людях и технике. Так и наши ревнители-патриоты уже в течение достаточно долгого времени несут потери и разбивают свои не очень мудреные богослови мулбы о проблему канонизации вышеназванных лиц, не понимая, что решение он и для них в силу отсутствия у них этого самого всеоружия Божия, о котором говорит апостол Павел, невозможно. Для ревнителей это непреодолимый бесовский укреп район, ибо оружия для его уничтожения у них нет. Зато бесы, как это следует из избранной ими тактики, всячески провоцируют патриотов и ревнителей на новые атаки их неприступной крепости, на новые попытки реализации идеи канонизации Иоанна Грозного и Распутина. Об этом говорит нам церковь. Так, предстоятель Украинской Православной Цирки, блаженнейший митрополит Владимир, не без содействия святаго духа, разоблачает всю бесовскую хитрость, когда в одном из своих интервью говорит, что, в кавычках, эта идея носит провокационный характер. Для того, чтобы атаковать такие мощные укрепления, в военном деле сначала применяется длительная подготовка, во время которой основательно окопавшаяся пехота противника ВК выривается из окопов, зотов, дотов и прочих своих огневых точек и уничтожается. В качестве такой предварительной духовной подготовки к вопросу интересующей нас возможности канонизации следует применить некоторые сведения изучения священного писания, священного предания, ибо, как мы увидим в дальнейшем, они имеют самое непосредственное отношение к интересующему нас вопросу. Легко заметить при этом, что применяемое нами оружие – это самая подготовка, ничто иное, как тот же самый духовный меч, Слово Божие, о котором пишет апостол Павел. Сравните официанам 6.17. Ибо святое писание часто называют Словом Божиим. Да, действительно, бесовские оружия меняются в течение времени, а всеоружие Божие остается то же, что и назвал апостол. Сравните официанам 6.11-17. Однако это всеоружие, в отличие от боевых средств обычной войны, преображаясь действием благодати святого духа, оказывается двойственным средством против самых современных бесовских хитростей, ибо Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча, обоюдоострого, евреям 4.12. Итак, чтобы нам хотя бы отчасти разобраться с бесовскими хитростями, накрученными вокруг интересующие нас проблемы, необходимо понять следующее. По учению священного писания и священного предания все дела человеческие по отношению к нравственному закону делятся на три вида – сверхъестественные, естественные и противоестественные. Из них первые похвальны у Бога и достойны его награды. За вторые никто не получает награду, но и не подвергается наказанию. Творяющие же дела третьего рода не только не получают награду, но и будут наказаны. Например, есть три вида дела в отношении естественно способных человека к деторождению. Первое – доброе девство или безбрачие, чаще всего достигаемое через монашество. Второе – брак, третий блуд. Здесь первое – сверхъестественно, второе – естественно, третье – противоестественно. В отношении собственности сверхъестественного отречения от нее ради Христа естественно имеет собственность без особо пристрастного отношения к ней. Противоестественность, сребролюбие и все виды грехов с ним связаны. В отношении гонений на христиан сверхъестественного мученичества за Христа, естественного бегства от гонения ради сохранения веры при немощи человеческой, противоестественного отпадения от веры. Заблуд, церебролюбие, отпадение от христианской веры положено наказание. Если творящиеся и дела не покаются, наказание вечное. За брак, бегство, отгонение из-за немощи обладания имуществом человек не наказуется, но и не получит от Бога награду. За доброе безбрачие отречение от имущества ради Христа мученица он получает венец, тем более славный, чем больше подвиг, и сподобится Царству Небесному, если до конца в этом подвиге пребудет. Чему, то есть к высшему благу, всегда и призывает нас Господь, лишь бы мы услышали. Так, например, он говорит, если вы будете любить любящих вас, то и совершать дела естествам, ибо нам естественно любить любящих нас, какая вам награда? Ибо, как уже и говорилось выше, за дела естественно награды не положено. Не так ли поступают и язычники Матфея 5, 46-47, которые не имеющие закона по природе естеством, законное делают Римлянам 2.14, То есть также совершают два дела естества и имеют чувство любви естественное. Но любите врагов ваших, то есть учитесь творить дела, превышающие естество, и будете иметь награду на небе. Будьте сынами Отца вашего Небесного. Матфея 5, 45. Таково в общих чертах по учению Евангелия Стехосов оное действие нравственного закона Христова в отношении всех дел человеческих. Что же делает дьявол, который также хорошо знаком со всем вышесказанным? Совершенно очевидно, что он, желая погибели каждого, стремится всех вернуть противоестественно. Однако, совершить это он стремится с хитростью. Так еще, с древностью у врага рода человечества было припасено одно довольно хитрое средство нашей погибели, которое можно назвать, в кавычках, исключением средним. Ибо оно состоит в следующем. Дьявол старается внушить нам, что, мол, дела, так сказать, средние, дела естества, брак, обладание имениями, бегство, отгонение и тому подобное, будто бы некое зло, за которое мы якобы будем наказаны, и которых поэтому всячески необходимо избегать. Особенно с первых веков крестьянство враг ополчился против брака, так что уже тогда были секции гностиков, например. Отрицавшие он и называвшие его блудом. Сравните 1 Тимофею 4.1-3. Казалось бы, гностики, запрещая брак, проповедовали высшее совершенство, девство, безбрачие. Однако, как обличает их святитель Иерна Златоуст на самом деле, они разрушали, отрицали эти добродетели. И действительно, как рассуждает сей великий учитель церкви Христова, если мы примем точку зрения этих фиктантов и будем считать, что брак – это грех блуда, тогда девство или посвященное Богу безбрачие – это не добродетель достойной награды, а лишь единственное средство избегания греха, то есть естественное состояние человека, за которое награда не положена. Так, по поводу этой ереси святитель Иоанн Златоуст говорит следующее. Еретики, в кавычках, приняв за правило считать брак поочным делам, заранее лишили себя наград, принадлежавших детству. Ибо справедливость требует, чтобы воздерживающиеся от злых дел невинцы получали, а только не подвергались наказанию. Убийцы, гласят законы, пусть будет казнен смертью, но не прибавляет, не убивающий пусть получит почести. Более того, по словам того же учителя церкви, такое исключение среднего по отношению к детству превращает... Простите. По отношению к детству превращает эту добродетель во зло и грех от того, что они, еретики, избрали девство, чтобы поставить закон, противный Богу. А мы это делаем, чтобы исполнить его волю. Бог хочет, чтобы все люди воздерживались от брака. Но спасительщий о нас и знает, что дух бодр, вплоть же немощно, Матфея 26, 41, не поставил этого дела в непременную заповедь, но предоставил избрание его нашим душам. Но ни Маркион, ни Валентин, ни Манес, в ереси начальники сект, отвергавших брак, не удержались в пределах такой умеренности, ибо в них говорил не Христос, щадящий овец своих, и полагавший за них душу своей, но человека-убийцу. Отец глжи Иоанна 10, 11, 8, 44. Посему они погубили и всех поверивших им, здесь обременив их бесполезными, невыносимыми трудами. А там увлекший вместе с собою выготованный для них огонь. Святитель Иоанн Златоуст, книга Одевский. Если применить это православное учение к проблеме канонизации царя Иоанна IV и Григория Ефимовича Распутина, то легко можно заметить ошибку многих патриотов-перевнителей, основанную на исключении среднего. Усилиями русских патриотов довольно основательно было показано, что Иоанн Грозный и Распутина отнюдь не являются негодяями и преступниками, какими изображали их масонская историография и желтая пресса. Но отсюда нельзя в духе исключения среднего делать вывод, что эти лица святые, ведь не все непреступники достойны наименования святых, если еще и среднее состояние человека. Есть еще и среднее состояние человека, когда он не преступник, но и несовершенный праведник. На этот счет можно привести характерный пример. В редакцию одной из православных одесских газет пришло письмо неких ревнителей, ратующих за канонизацию вышеназванных лиц, которая заканчивается очень примечательным, можно даже сказать, симптоматичным посткриптумом. Кавычки открыты. П.С. Царь Иоанн Грозный никогда не убивал своего сына. Это доказала комиссия, читайте, митрополита Иоанна Снычева. А Репин, масон, нарисовал картину по указанию масонского совета из Парижа. Кавычки закрыты. А все тоже, кавычки открыты. Справедливость требует, чтобы воздерживающиеся от злых дел не венцы получали, а только не подвергались наказанию. Убийцы, гласят законы, пусть будет казнен смертью, но не прибавляют неубивающий, пусть получат почести, кавычки закрыты, или наименование святого. Таким образом, следует констатировать, что наши, в кавычках, ревнители, пытаясь добиться столь желанной для них канонизации, находятся под влиянием бесовской прелести под названием, в кавычках, исключения среднего. Отсюда не чистота их мышления, идеологии, которые не только считают святыми лиц, лишь исторически реабилитированных трудами православных патриотов, но и осуждает всех тех, кто не согласен с таким отождествлением. Вот пример такого осуждения, все из того же упоминавшегося письма в редакцию, кавычки открыты. «Почему вы, батюшки, на стороне врагов? Не боитесь, что Господу вы уже сейчас не угодны? Не объясняйте народу, что на Григория шла грандиозная клевета даже и на царскую семью, на всю Россию, на церковь и на вас, батюшек, тоже и сейчас идет? Зачем не читаете, что сказал великий старец, покойный Николай Гурьянов о Григории? Почему вы сторонитесь правды Божией и находитесь на стороне от верующего народа, истинно верующего, а окружили себя неправдой и теми, кто внемлет баснем? Надо укреплять православие, а то вот раскольники за неимением святых прославили даже Тараса Шевченко. А вы поступаете против таких божьих угодников, как царь Иоанн и Григорий Распутин, кавычки закрытым. Как видим, ревнительным все в том же духе исключения среднего кажется, что если кто-то не согласен со святостью он их лиц, то он автоматически должен участвовать в масонской клевете, на них считать их негодяями и преступниками. Опять все тоже исключение среднего, только в обратном порядке. Сначала было, если реабилитированы, если не преступники, то обязательно святые. А теперь нас обвиняют и даже шантажируют, что если мы не признаем святостью он их лиц, то подобно масонам должны будем считать их негодяями. Ревнителям как-то не приходит в голову, что можно не принимать клевету на человека и даже уважать его, отнюдь не считая его святым. Как, например, мы уважаем и почитаем целый ряд русских православных, общественных, политических, военных деятелей, царей, наконец, не ставя вопрос об их канонизации. Такая ошибка, точнее, не чистота мышления, навязанная исключением среднего, не только заставляет ревнителям осуждать бессловутых батюшек, а также митрополитов и вообще церковь, но и до крайности сужает поле их мысленной деятельности в духовной брани, заставляя без конца биться над проблемой канонизации Иоанна IV и Григория Ефимовича Распутина, провоцируя биться своими лбами о Весовский укрепрайон, который можно было бы в качестве тактического манера и обойти. И здесь именно православная церковь показывает правильный путь. В этом плане весьма важно уже упоминавшееся интервью блаженнейшего митрополита Владимира, который является развитием богословского учения церкви, по рассматриваемому нами вопросу, ибо в нем владыка, избегая как ошибки исключения среднего, так и огульного осуждения Иоанна Грозного и Григория Распутина, говорит о них следующее. Эти люди сыграли свою роль в истории России, положительная она или отрицательная, пусть об этом скажут историки. Если она была неправильно оценена в дореволюционной или советской истории, то сейчас есть возможность, ссылаясь на исторические документы и свидетельства, опровергнуть данную им оценку. Но даже если историки и сумеют это сделать, то это еще не означает, что их нужно причислить к лику святых. История сохранила для нас множество имен выдающихся людей, которые сыграли важную положительную роль в свое время для государства, народа и церкви. Итак, избегая ошибки исключения среднего, можно пролить некоторый свет на личность Григория Ефимовича Распутина. Потому что это самое, в кавычках, исключение сыграло самую роковую роль в его судьбе. Причем надо отметить, что оно инспирировалось в отношении Распутина не только невидимыми, но и видимыми бесами, революционными деятелями того времени в России или, как называет их, князь НД Живахов, агентами интернационала, в кавычках. Как говорит по этому поводу князь, был ли Распутин агентом интернационала, игравшим политическую роль и выполнявшим определенное задание, оправдал ли он свою славу на личности, выдающихся качеств или ряда выходивших преступлений? Нет, ничего подобного не было. Ничьим агентом Распутин не был, никакой политической роли не играл, никаких особенностей, отличавших его от зурядных представителей его следы, не имел. Никаких выдающихся преступлений не совершал. Но тогда на чем же жизнь длилась его слава? Чем же объясняется, что его имя прогремело на весь мир и сделалось синонимом зла, достигшего своих крайних пределов? Объясняется тем, что Распутин в момент своего появления в Петербурге, а может быть и раньше, попал в сети агентов интернационала, которые желали использовать полуграмотного мужика, имевшего славу праведника, для своих революционных целей. Вот почему в первые моменты появления Распутина в Петербурге так усиленно раздувалась его слава как святого. Открывшая перед ним двери великосветских гостиных и великокняжеских салонов и приведшая его дворец, вот почему еще с большим азартом раздувалась вследствие противоположная слава, приведшая к его убийству людьми, одураченными тем же интернационалом. Над созданием славы Распутина работали невидимые агенты интернационала. Здесь велась тонкая и очень сложная игра, здесь осуществлялись давно задуманные революционные программы. Мы еще не знаем, мы даже не догадываемся о тех гениальных приемах, какие спускаются интернационалам в обращение для достижения его целей. Они также легко превращают ангела в демона, как и демона в ангела. А мистическим стержем такой подлой деятельности бесов, видимых агентов интернационала, как мы ясно видим из выше приведенной меткой характеристики их, данной князем Живаховым, является изобретенная бесами невидимыми, исключение среднего, которое, говоря словами пророка и псалмопевца Давида, возводит до небес и низводит до бездны. Смотрите, столом 106, 26. Сначала искусственно делают из человека святого, а затем обнаруживают у него свойственные всем обычным людям слабости и недостатки по методу исключения среднего, раз не святой, значит преступник, объявляют их чудовищными преступлениями, а самого человека негодяем. Так, например, известный заурядный инцидент в ресторане Яр, когда Распутин, выпив, повздорился с официантом, раздули до масштабов национальной катастрофы. Интересно отметить, что когда царь в связи с этим происшествием призвал Распутина к ответу, последний признал, что был пьян и в свое оправдание говорил, что он, как и все люди, грешник, этим Григорий Ефимович ясно показал, что он не святой, разгрешник, но и не преступник, если как все люди. И это, как все люди, и означает, что Григорий Ефимович Распутин в нравственном отношении находился в среднем состоянии, которое нельзя было исключить, исключать тогда, нельзя и теперь, чтобы снова не покупать у бесов их поддержанный и уже один раз проданный товар под названием исключение среднего. Григорий Ефимович Распутин Из высшего общества, которое не могло понять этого простого человека, произошла ужасная духовная катастрофа, и он пал. Окружение, которое хотело, чтобы это случилось, оставалось равнодушным и считало все происшедшее чем-то несерьезным. Но в духовном отношении такое падение должно привести к очень большим последствиям. Предыдущий абзац, особенно слова святителя Феофана, являются ключевыми в понимании личности Григория Ефимовича Распутина, особенно в контексте борьбы с исключением среднего. Однако, самое смешное и грустное состоит в том, что одни используют эти слова, цитируя лишь первую часть «человек Божий», чтобы доказать, что Распутин святой, другие наоборот обращают внимание на слова «он пал», пытаясь доказать, что Распутин падший человек. Эта же история повторяется, когда одни обращают внимание на исцеление, совершенное Григорием Ефимовичем на дар прозорливости, которым он обладал, а другие на то, сколько модеры он выпивал, все с теми же диаметрально противоположными целями доказать святость или преступность Распутина. Однако, господа, и то и другое совершал один и тот же человек, и святитель Феофан говорил об одном и том же человеке, поэтому надо не вырывать нравящие вам слова из контекста, а дать целостную картину. Она и состоит в том, как это известно из теории аскезы, житей и святых, кто подвижник, идущий путем святых, и уже прошедший достаточно большой отрезок этого пути, но не достигший его конца, то есть совершенной святости или бесстрастия, способен творить чудеса, но и не застрахован от падений. Как говорит о последних преподобных Феодор Студит, они обычное дело на пути спасения, при этом важны не эти чудеса или падения, а исход борьбы, куча святые, приводя в пример атлетов, которые борются друг с другом, у них побеждает не тот, кто один раз опрокинул своего противника, и проигрывает не тот, кто один раз упал, но тот, кто одержал окончательную победу. Точно так же могут падать и вставать духовные атлеты, аскеты или подвижники. Апостол Петр, когда еще во времена земной жизни Спасителя был послан на проповедь, творил чудеса, и исцелял, и бесов изгонял, но пришло искушение, и он трижды отрекся от Христа, однако, пав, он принес сугубое покаяние, и снова был восстановлен в лике апостолов. И таких примеров падения великих чудотворцев и их восстановления в лике святых можно привести достаточно много. Эти их падения, очевидно, не свидетельствуют, что они совершенно погибли, поскольку есть покаяние, но и их чудеса, заделанные ранее, не говорят об их совершенной святости и бесстрастии, поскольку после них были падения, но лишь свидетельствуют, что они шли путем святых. Таким и был Григорий Ефимович Распутин. Мы не можем принять мнение, которое высказывали некоторые лица после его мнимых и реальных падений, что якобы он уже совершенно пал и не мог восстать. Это противоречит, во-первых, всему христианству, особенно таинству покаяния, во-вторых, христианскому учению природы человека. Человек, как известно, не ангел, поэтому он может пасть, но он и не демон, поэтому после падения может и восстать. Так, приписывать же Григорию Ефимовичу неспособность к последнему, это значит демонизировать его личность. Наконец, в-третьих, данное мнение просто противоречит реальным фактам. Так, например, Григорий Ефимович Распутин, как будет показано ниже, до конца своей жизни сохранил дар разорливости. Таким образом можно это объяснить, если считать его окончательно падшей личностью? Ведь мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9,31. К тому же надо учитывать еще одно очень важное обстоятельство, место жительства, которое избрал Григорий в последние годы своей жизни. То есть Петербург было крайне неблагоприятным поприщем для духовных подвигов. Столица со всеми ее соблазнами и прелестями отнюдь не располагала к сугубой эстезе. Поэтому подвижники всех времен обычно избегали таких мест, особенно если они, как и Распутин, не достигли совершенной святости или бесстрастии, не могли укрыться за крепостными стенами монастырей. Ибо человек страстный в грешном городе как бы программируется нападение. Неудивительно в этой связи, что даже дочь Распутина Марии утверждает, поведение ее отца в столице не было безупречным. Я ни в коем случае не намереваюсь отрицать, что во время пребывания моего отца в Санкт-Петербурге у него были любовницы, и что по временам он вел беспутную жизнь, окруженный развратными женщинами. Здоровый и зрелый мужчина с естественными желаниями, он вполне мог поддаться многочисленным соблазнам. Тем более, что окружавшие его люди предпринимали настойчивые попытки усилить эти желания создать еще больше соблазнов и возможностей. Я, впрочем, не думаю, чтобы Распутин опускался до столь грубых телесных падений. Думаю, Бог сохранил его от этого и в миру, однако сказавшись, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце своем». Матфея 5.28 Требует от подвижника большего, чем просто сохранение чистоты тела. Необходимо хранить чистым и дух, то есть сохранять душу от нечистого воззрения на лиц иного пола, от нечистых помыслов, пожеланий и тому подобное. А такое средоточие мира, столицы, есть дело крайне трудное, практически невозможное. По всей видимости, не чушь таких греховных помыслов был и Григорий. Это его тяготило, возможно, это и было тем его падением, о котором говорит архиепистор Феофан Бетроф. Если бы Распутин по собственной воле пребывал в Петербурге, если бы он из любви к земным сластям, деньгам или человеческой славе, которая столь щедро дарила ему столица, не бежал из нее сразу же после первых своих грехопадений, то это вменилось бы ему в тяжкий грех. Однако у нас есть несколько оснований полагать, что удерживало его там не свои воли, не желание земных благ, а воля царя небесного и царя земного. Так архиепископ сам Франциский Тихон Троицкий рассказывает о следующем случае, произошедшем, когда он был студентом Казанской духовной академии и духовным сыном старца Гавриила Зырянова. Раз группа студентов посетила старца Гавриила, который по обычаю приглашал чайку попить 4 часа. На чае был молодой владыка Тихон, и среди гостей был и Распутин. В то время он был в почете, посещал царца, и, очевидно, был на большом счету у него. Старец Гавриил позже рассказывал владыке Тихону, что когда Распутин говорил ему, что он собирается в Петербург, то старец просто я подумал, пропадешь ты в Петербурге, испортишься ты в Петербурге. На что Распутин, прочитав его мысль, сказал, а Бог, а Бог. Это слышал владыка Тихон, но не знал к чему. Так что позже старец объяснил этот явный случай прозорливости Распутина. Эти слова Григория Ефимовича явно говорят как о том, что пребывая в Петербурге он уповал на помощь Божию, почему я и считаю, что Бог сохранил его там от самых грубых падений, так и о том, что само это пребывание было исполнением воли Божией. Ибо одно с другим взаимосвязано так, как нельзя надеяться на помощь Божией, если делаешь нечто противное его воле, так естественно подвижнику, творящему эту святую волю, уповать на Бога. Достойное исследование, почему Господь хотел, чтобы Григорий находился в столице, ведь это, казалось бы, вредило его душе. Но дело в том, что вынужденность пребывания в месте удобном для падения значительно уменьшает этот вред, а чувство покаяния, которое, естественно, бывает после падения, приносит душе пользу, которое, очевидно, больше, чем вред. Отсюда, по-видимому, учение Распутина, которое часто неправильно понимает как мнение о спасении через грех. Через грех, конечно, никто не спастись, никто спастись не может, но рассудительный подвижник, если же он и согрешил, то обязательно воспользуйся тем покаянным чувством, которое бывает после греха. Поэтому приложит к ней последнее покаяние. В классической аскезе это известно давным-давно. Так еще царь и псалмопевец Давид, согрешив прелюбодеянием и убийством, к сугубому греху приложил сугубое покаяние, памятником которому является известный 50-й псалом. Помилуй меня Божий. Особенность подвига Григория Ефимовича Распутина заключалась в необходимости искать спасение в месте крайне неудобном для спасения эстетических подвигов. Думаясь им, раб Божий Григорий предвосхитил особенности аскезы нашего времени, аскезы, так сказать, не классической. Григорий Ефимович шел еще неизведанным путем спасения. И при этом он явно обладал даром учительства, то есть был способен осмыслить, действительно пытался осмыслить роденный путь, что делает его учение весьма важным для нас. А Григорий Ефимович Распутина, можно сказать, словами одного старца, он шел царским путем и измерял версты. С точки зрения классической аскезы, учение Распутина выглядит наивным и ошибочным. Так, например, он говорил, «Я взял честь именей и жития святых, и начал их разбирать, и увидел, что разные святые только спасались, но все они покидали мир, и спасение свое соделывали в том монастырях, что в пустынях, а потом я увидел, что чьи именеи описывают жизнь подвижников с той поры, когда уже они поделались святыми. Я себе и подумал, здесь верно что-то неладно, ты мне покажи не то, какую жизнь проводили подвижники, сделавших святыми, а то, как они достигли святости, тогда и меня чему-нибудь научишь». Но дело в том, что чьи эти именеи святители Дмитрия Ростовской и не ставят своей основной задачей досконально научить нас пути спасения. Для этого есть другая книга под названием «Добротолюбие», а также прочие аскетические творения святых отцов. «Жития святых» написана святыми так и для того, чтобы, говоря словами преподобного Иоанна Лесвенечка, в сильных душах пробуждать ревность, слабых возобновать смирение. Здесь Распутин с точки зрения классической аскезы ошибается. С ее позиции он выглядит наивным дилетантом. Не знаю даже, читал ли он «Добротолюбие». Однако его сильная сторона как раз состоит и в том, что, ставя вопрос о пути спасения, он выходит за рамки этой аскезы, ищет иной путь, которого не знали святые. А вот другое поучение старца Григория – нужно прийти на помощь имирианам, чтобы научить их спасать в миру свои души. Вот пример министр царский Али-генерал, Али-княгиня какая, захотели бы подумать о душе, чтобы, значит, спасти ее. Разве им тоже бежать в пустыню или монастырь? А как же служба царская? А как же присяга? А как же семья, дети? Нет, бежать из мира таким людям не резон. Опять очень наивно, дорогой Григорий Ефимович, если вы внимательно читали «Жития святых», то должны были бы обратить внимание на тот факт, что не только министры генералу царские до книги не уходили в монастырь, где спасали свои души, но даже и сами цари становились монахами, по крайней мере, некоторые из них. Однако это наивно только с позиции психологической астезы, которая аксиоматически предполагает для каждого человека возможность свободного ухода из мира в монастырь для спасения души. А Григорий Ефимович Распутин, по-видимому, исходя из собственного астетического опыта, когда он сам вынужден был по воле Божьей бежать в Петербурге, жить в Петербурге, предлагает другую систему духовных аксиом, постулируя невозможность для человека покинуть грешный мир, что весьма актуально для нашего времени. К примеру, в громадной стране нашего недавнего, в прошлом Советском Союзе было десяток монастырей, в которых подвязали шли несколько сотен монахов, и это на миллионы православных христиан. Впрочем, самого Григория Ефимовича такая необходимость жить в грешном мире в месте, удобном для падения, и сама эта цепь падения явно тяготили. Хотя и это надо отметить, по усмотрению Божьего покаяния и смирения, которые бывали после этих падений, удерживали его от гордыни, в которую очень легко и удобно можно было впасть простому крестьянину, приближенному к царю. Однако Григорий, по-видимому, искал выхода из этой цепи падений. Возникает вопрос, не была ли сама смерть Григория Ефимовича Распутина таким выходом, другими словами, не была ли его смерть добровольной? Можно предположить, что Григорий, по присущему ему дару прозорливости, зная о готовящемся убийстве, сам, подобно Христу, отдал себя в руки убийц, желая такой мученической кончиной восхитить свою душу из рук мира и соблазнов его. Во всяком случае, некоторые загадочные статьи убийства Григория Ефимовича Распутина говорят в пользу этого предположения. В таком случае раб Божий Григорий мученик. И в этой связи интересно свидетельство епиского Гермогена Долганова, бывшего вначале почитателем, а затем одним из самых непримиримых врагов Распутина, о том, что произошло после того, как из газеты он узнал о смерти Григория Распутина. Как рассказывал ладыкам Соловьеву, я не вольно подумал, вот он гнал меня, из-за него нахожусь сейчас на положении ссыльного, но возмездие было близко, и кара Божия брошилась на него, он убит. Вдруг я никогда не забуду этого момента. Я ясно услышал громкий голос Григория за спиной, чему обрадовался. Не радоваться, плакать надо, посмотри, что надвигается. Я обомлел в первую минуту от ужаса. Наконец, перекрестившись, я быстро встал и оглядел келью. Никого. В прихожей тоже никого. Я не мог ничего есть, тщетно стараясь объяснить себе этот странный случай. Наконец, я задал себе вопрос. Чей голос слышал я? Ответ был один. Григория. И не мог я в этом ошибиться. Не мне тебе рассказывать. Ты не хуже меня знаешь, что Григорий был особенным человеком. И много чудесного связано с его личностью. Однако, скажу с трудом, я с трудом дождался вечерни, после которой я совершил по нем панихиду, духовно примирившись с ним. Как видим, епископ Гермоген тщательно пытался объяснить этот случай, а объяснение его можно найти в житии святой великомученицы Анастасии Узарешительницы. Когда святая находилась на заисповедании имени Христова в темнице, ей явилась пострадавшая прежде нее мученица Феодокия. Как повествует житие, Анастасия о многом говорила с блаженную. О многом расспрашивала ее. Между прочим, она спросила ее, как ты приходишь ко мне по смерти. Феодокия объяснила ей, что душа мученикам дарована от Бога особая благодать, чтобы и по своем отшествии с земли они могли приходить, кому пожелает, беседовать с ними и утешать их. Возможно, такая же благодать, как мученику была дарована и Григорию. Отсюда явление его после смерти владыки Гермогену. Впрочем, если это и не так, если Распутин при жизни действительно впадал в грех, пьянство и блуда, то, как говорилось ранее, важны не эти падения, а исход борьбы. Этот исход жизни Григория Ефимовича был непредосудительным, поскольку за те грехи, которые менялись ему и его врагами, законы Российской империи не предусматривали наказание смертной казни. Если же он такое наказание понес, вольно или невольно, то этим искупил свои грехи. Поэтому можно подобно владыке Гермогену духовно примириться с ним и при желании поминать раба Божия Григорию в заупокойных молитвах. Во всяком случае, канун и православной церкви этого не восхищают. Предвижу, что ревнители, в кавычках, прочитавши приведенное, скажут, но ведь и вы говорят, что Григорий Распутин мученик, подобно нам утверждаете, что он святой. Ну, во-первых, я этого не утверждаю, а лишь высказываю предположения. Во-вторых, думаю, что Богу не столько угодно форсированная канонизация Григория Фимовича Распутина, сколько та проблема, полемика, сколько та полемика, которая ведется вокруг его имени, поскольку благодаря ей, как мы видим, хотя бы из этой небольшой статьи можно узнать много полезного современному аскету. Так, например, он может узнать о существовании бесовской хитрости под названием, в кавычках, «изключение среднего» о том, как она действует на практике, а это уже кое-что, думая, что и сопротивление церкви этой канонизации связано не с фактом наличия или отсутствия святости Григория, а с исполнением этой воли Божией. Все это чем-то напоминает интересные случаи жития преподобного Савы Освященного. В его лавре подвигом добрым подвязался некий монах именем Иоанн. Видя его непрестанные труды, Сава поставил Иоанна экономом, а затем, после успешного исполнения этого послушания, пожелал поставить его в пресвитера. Однако, когда этот инок был представлен Иерусалимскому патриарху Ильи, то наедине сообщил ему о себе нечто такое, после чего патриарх сказал, «Иоанн поведал мне о сокровенных делах своих, которые препятствуют ему быть пресвитером. Пусть отныне он безмолвствует, и никто да не докучает ему». Много плакал после этого Сава, говоря, «За что, Господи, презрел ты меня, утаив от меня жизнь Иоанна? Обманулся я и считая его достойным, Сана пресвитера откроем я о нем. Хотя ныне, Господи, неужели сосуд, который я считал, я избран святым, потребным и достойным принять в себя мира перед своим величием, и непотребен и недостоин». Так всю ночь со слезами молился преподобный Сава. «Тогда явил своему ангелу Божию и сказал, Иоанн есть не непотребный, а избранный сосуд, но он епископ. А епископа в пресвитера поставить нельзя». Речь идет о преподобной Иоанне Молчальнике, бывшем епископе в колонийском память 3-го по старому стилю 16-го декабря. Из этого назидательного примера можно заметить, что наше представление о славе, которой мы хотим прославить человека, например, путем канонизации, не всегда соответствует славе Божией, которой он уже реально прославлен. А также, если церковь противится такому нашему самовольному прославлению некого лица, это вовсе не означает, что над этим и объявляет его грешником. Тут есть и другие варианты. Итак, насколько мог в предыдущих частях этой статьи я попытался объяснить, что Григорий Ефимович Распутин в своей, хотя может быть и грешной жизни, исполнял волю царя небесного, по чему и был угоден ему. Но точно так же он исполнял и волю царя земного, государя Николая Александровича. В чем же состояла эта воля императора? Ведь мы знаем, что весьма многие осуждали царя за связь с Распутиным, считая это последним своим поведением, считая, что последний своим поведением дискредитирует монарха и монархию. Разумеется, мы ни в коем мере не разделяем подобных суждений, прекрасно понимая, что сочувствие им вовлекает человека в соучастие ритуальному преступлению, низвержение, самодержавие и убийству царя. Я упоминаю об этих суждениях с одной единственной целью показать, насколько вопиющие они не соответствуют реальным фактам. Болтали и болтают, что якобы Распутин был одной из причин падения монархии в России, но при этом забывают, что это падение произошло уже после смерти Григория Ефимовича. Жив был Григорий Ефимович Распутин, существовала и монархия, убили Григория, пала и монархия. Кстати сказать, о чем он неоднократно предсказывал еще при жизни. А ведь убийцы Распутина, декларировавшие себя завзятыми монархистами, этим своим преступлением думали спасти самодержавие. Сравним, убийство произошло в декабре 2016 года, февральская революция, свергшая самодержавие в марте 2017 года, то есть через несколько месяцев после того убийства. Не видеть очевидной связи этих событий может только слепой, а менее через год происходит Октябрьская революция со всеми последующими зверствами большевиков и прочими бедствами России и русского народа. Все это заставляет думать, что значение Григория Ефимовича Распутина во всех этих событиях было диаметрально противоположной той роли, какую отводила ему клевета. Он не помогал революционерам, как клевещ на него, а чем-то очень и очень им мешал. Об этом же говорит и его пророческое послание, написанное незадолго до смерти, заглавленное в дух Григория Ефимовича Распутина нового из села Покровского. Привожу это послание полностью. Кавычки открыты. Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до 1 января я уйду из жизни. Я хочу русскому народу, папе, царю, русской маме, царице, детям и русской земле наказать, что им предпринять. Если меня убьют нанятые убийцы, русские христиане, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на своем троне и царстве. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью. И 25 лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию, братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга. И в течение 25 лет не будет в стране дворянства. Русской земли, царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай, если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше двух лет. Их убьют. Я ухожу и чувствую себе божеское указание сказать русскому царю, как он должен жить после моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты должен заботиться о твоем спасении и сказать твоим родным, что я им заплатил моей жизнью. Меня убьют. Я уже не в живых. Молись, молись, будь сильным, заботься о твоем избранном роде, Григории. Кавычки закрыты. Все эти предсказания, как мы знаем сейчас, с удивительной точностью сбылись. Почему? Какое великое значение имел простой крестьянин из села Покровского, что его насильственная смерть оказала такое влияние на судьбу России, самодержавия, русского народа и дворянства. И наоборот, почему? При жизни этот простой человек из народа так мешал революционерам, что его для успеха революция пришлось убить первым. По всей видимости, это связано с, если так можно сказать, духовно-социальным деянием государя императора Николая Александровича, участником его, коего деяния, был и Григорий Ефимович Распутин. Речь идет о попытке укрепиться слабевшие связи между царем и народом. Как говорит об этой миссии Распутина, уже упоминавшийся епископ Гермоген, я его любил и верил в него, вернее, в его миссию внести что-то новое в жизнь России, что должно было укрепить ослабевшие связи между царем и народом на пользу и благо последнего. Вот на этом деянии царя и на этой миссии простого крестьянина следует остановиться подробнее. Дух социалистической революции уже давно обродил в русском обществе. Император об этом знал и заранее предпринимал определенные действия, которые должны были помешать революционерам. Одним из этих действий было то, что я назвал духовно-социальным деянием царя. Для того, чтобы хотя бы отчасти понять, в чем оно состояло, необходимо сначала уразуметь, в чем же заключалась социалистическая или коммунистическая опасность для России. А для этого, в свою очередь, необходимо дать правильную, то есть христианскую оценку их теории классовой борьбы. Как известно, коммунисты рассматривают по числу историю человечества, как историю борьбы классов эксплуатируемых и эксплуататоров. Так, по их мнению, в античный период происходит борьба рабов-эксплуатируемых с рабовладельцами эксплуататоров стекла. Соответственно, в средние века этим же занимались крестьяне-феодалы, а в новое время буржуазия и пролетариат. Заметим, что по этой теории рабовладельцы-феодалы и буржуазия объявляются эксплуататорскими классами, то есть вредными для общества и подлежащими искоренению. Уже элементарная христианская оценка этого учения показывает его несостоятельность. Весь фокус марксистов-ленинцев заключается в абсолютно необоснованном отождествлении правящего класса с эксплуататорским. Действительно, феодалы не пахали на поле вместе с христианами, а буржуазии стояли у станков на заводах и фабриках вместе с рабочими. Однако, отсюда совсем не следует, что как это постоянно пыталась навязать нам коммунистическая пропаганда, они вообще ничего полезного для общества не делали, а приносили лишь один вред. Голова человека не ходит, как ноги, не работает, как руки, потребляя при этом самые лучшие соки организмов. Но отсюда совсем не следует, что она эксплуататор всего тела, ведь благодаря голове многие знают, куда им идти, руки умеют делать что-то полезное и происходит еще очень много других весьма важных для человека вещей. Точно так же правящий класс в обществе предназначен не для занятий физическим трудом, а для управления, в частности для развития производства, создания рабочих мест, для тех же крестьян, пролетариев и тому подобное. Если он делает это хорошо, то как голова достоин лучшей и относительно большей части совокупного общественного продукта. Такой порядок вещей является богоустановленным, о чем говорит известная евангельская притча о хозяине виноградника, организаторе производства, насадившего виноградник, устроившем его ограду, башню и точило, и о наемных работниках, которые с минимальным маниакальным упорством, видно, какие-то допотопные коммунисты были, не хотели отдавать хозяину положенную ему часть урожая. Марка 12, 1, 9. Из контекста этого места Евангелия хорошо видно, что Господь Иисус Христос рассказывая эту притчу, хвалит мудрого и трудолюбивого хозяина и осуждает его работников, особенно, когда задает вопрос и сам отвечает на него. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградаре и отдаст виноградник другим. Марка 12, 9. Итак, порядок вещей, когда правящий класс при мудром и добром правлении получает большую и лучшую часть общественного продукта, является богоустановленным, а марксистско-ленинская теория классовой борьбы неосновательна и богопротивна. Конечно, трения между правящими и управляемыми в истории случались часто, но чаще всего они были не практическим следствием теории классовой борьбы, а ошибок в управлении со стороны общественных пастырей и зависти пособных. Таким образом, Карл Маркс и Владимир Ленин, пытаясь в виде своей вышеозначенной теории создать механизм, отчитывающий ход в человеческой истории, на самом деле изобрели остановившиеся часы, которые всегда показывают одно и то же время время классовой борьбы. Однако социалистическая революция оказалась возможной в России. Почему? По той же причине, по какой и остановившиеся часы два раза в сутки показывают правильное время. Иногда действительно правящий класс в силу тех или иных исторических причин действуя крайне неразумно начинает приобретать черты эксплуататорского класса. Тогда возникает так называемая революционная ситуация. К примеру, сама марксистская теория, по мнению некоторых социалистов, была создана на основе изучения всего лишь одного десятилетия борьбы, истории борьбы в буржуазии, пролетариата не то в Англии, не то в Германии, когда буржуаи вправду действовали как эксплуататоры. На Западе такая деградация правящего класса была связана преимущественно с экономическими факторами. В России дело обстояло иначе. Было полностью угроблено бойкотом правящего класса, как и многие другие благие начинания государя Николая Александровича направлены на пользу этого самого класса, которые этим убийством не только сами против себя свидетельствовали, которые этим убийством не только сам против себя свидетельствовали, что не хочет выполнять волю царя, но и народу показал, что можно, может, совершенно безнаказанно убивать простых людей. Как известно, убийцы Григория Ефимовича Распутина отделались лишь легким испугом. Чего же еще больше надо, чтобы вызвать ненависть низших классов к высшим? Социалистическая революция, которая смела этих недостойных в кавычках высших, была уже на носу. И все это Распутин пророчески предсказал в своем предсмертном письме, предсказал последствия своего убийства, если оно будет носить классовый характер. Если меня убьют нанятые убийцы, бояре и дворяне и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью. И 25 лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию, братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга. И в течение 25 лет не будет в стране дворянством. Поэтому, хотя деяние царя, состоящее в приближении к трону, поэтому, хотя деяние царя, состоящее в приближении к трону Григория Ефимовича Распутина, не достигло своей прямой социальной цели, но оно имело другое весьма важное последствие. Оно разоблачило правящий класс Российской империи в качестве истинного зачинщика революции в России. Об этом свидетельствует и кара Божия. Русский народ, хотя и претерпел страшные страдания, однако выжил в условиях диктатуры коммунистов, но старый правящий класс России, как главный виновник отпадения царя небесного и царя земного в качестве наказания Божия был ликвидирован большевиками и уже никогда не получит власть. Как говорит об этом князь Н.Д. Ж. Вахов изменники и предатели генерал адъютанты Русский и Корнилов оба вышедшие из народа крестьянские дети взысканные милостями государя зазнавшиеся хамы предавшие своего царя погибли позорно смертью первый был зарублен шашками в Пятигорске и полуживым зарыт в могилу предварительно им самим вырытую второй был разорван на клочки бомбой зазнавшийся Бучков о котором говорили что он с кулаками выступал против царя требуя отречения избедал не раз чужих кулаков будучи избиваем не только кулаками но и палками бездарный и глупый родзянка домогавшийся президентского кресла в Российской Республике примирился со скромной ролью псаломщиков Сербии пользуясь своим лузычным голосом не для громогласных речей не для громогласных речей а для чтения апостола в Белградском соборе нужно ли продолжать этот список нет нужно открыть свои духовные очи чтобы понять что значит слова бога не отмщение а с воздам центральным местом революции был не Распутин как думали и продолжают думать наивные люди а преступная революционная прошлое агрессивной общественности оторванной от церкви безверной невежественной в понимании государственных задач горделивой своей самонадеятельности и каковы бы ни были усилия интернационала они бы не достигли цели если бы прогрессивная в кавычках общественность поступила на защиту исконных начал русской государственности на защиту своего православия и самодержавия она этого не делала сознательно пренебрегла своим долгом пред Богом и царем и отвергла Россию состояние такого ужасающего хаоса из коего вывести ее может только Бог и только царь святые имена царя и цариц и царь и царь и царь будут сиять вечным светом в ореоле святости а горделивые имена кляков преступников изменивших помазаннику Божию перейдут в историю как синонимы измены предательства тупоумия бездарности и беспросветной глупости в этой связи предсказание Распутина о том что в течение 25 лет не будет в стране дворянца достойна всякого внимания и исследования и возделав из него правильные выводы можно понять какие социальные изменения после Октябрьской революции произошли в России ставшей именоваться Советским Союзом и перешедшей в качестве генетического наследства все страны так называемого СНГ итак общий итог этой статьи в которой автор пытается раскрыть облик Григория Ефимовича Распутина парадоксален с одной стороны мы видим простого русского крестьянина по его собственным словам грешного как все а с другой стороны приближенного к трону друга царя человека от которого опять же по его сбывшемуся в мельчайших подробностях пророчества зависела судьба зависела судьба самодержавия России зависели скорее всего судьбы самодержавия России и русского народа как это понять почему человек который казалось бы ничего не сделал то есть не достиг святости оказывается таким великим вот как например Авва Дорофея писает святость и святых Христос дал нам по благодати свои святые заповеди очищающие нас дабы мы если пожелаем могли опять с соблюдением заповедей очиститься не от грехов наших но и от самых страстей зная сие и святые всячески старались смиренную жизнью соединить себя с Богом ибо были некоторые боговлюбивые люди которые в том крещении не только пресекли действия страстей но вас хотели победить и самые страсти и быть бесстрастными каковы были святые Антоний и Пахомий и прочие богоносные отцы очевидно этого Григорий Фёнович Распутин не сделал то есть не достиг бесстрастия откуда же его слава почему его значение в духовной жизни России больше современных ему святых ответ на этот вопрос дают сами святые вот этот ответ известен нам из древнего потеряка некогда святые отцы рассуждали о последнем роде что мы сделали говорили они один из них великий Авва Исхерион отвечал мы исполнили заповеди Божии спросили его а что сделают те которые будут после нас они сказал Авва делают половину против нас еще спросили его а что будут делать те которые после них будут Авва Исхерион отвечал люди века того ничего не сделают но к ним придет искушение и те кои в то время окажутся добрыми будут выше нас от отцов наших на мой взгляд Григорий Ефимович Распутин и был первым ничего не сделавшим но великим представителем этой аскезы последнего времени первым но думаю далеко не последним поэтому исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы первое интерес некоторой части православной общественности личность деянием и учению Распутина по моему мнению обоснован ибо второе Григорий Ефимович Распутин является первопроходцем и учителем аскезы последнего времени в кавычках то есть того аскетического учения которое выходит за рамки добротолюбия но знание которого крайне необходимо нам для спасения и достижения совершенства в наше последнее время третье изучение этой самой аскезы последнего времени а также развитие данного аскетического и важнейшей задачей так как без этого трудно не только достичь совершенства но и спасти четвертая своевольная несвоевременная попытка канонизации Распутина попытка сделать из него так сказать классического старца в кавычках захлопнула бы вышеназванную астетическую проблематику что думаю не угодно Богу пятое отсюда на мой взгляд вполне обоснованное сопротивление идеи такой канонизации со стороны церкви кавычки закрыты протеерея Георгий Городенцев кандидат благословия преподаватель Одесской духовной семинарии автор брошюры о ритуальных преступлениях и указан на иностранном языке интернетный адрес данного труда Премудрость Соломона 5 1-9 Тогда праведник с великим дерзновением станет предлицом тех которые оскорбляли его и презирали подвиги его они же увидев смутяться великим страхом и изумятся неожиданности спасения его и раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа будут говорить сами в себе это тот самый который был у нас некогда по смеянии и притчью по руганию безумные мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестным как же он причислен к сынам Божьим и жребия его со святыми и так мы заблудились от пути истины и свет правды не светил нам и солнце не озаряло нас мы преисполнились делами беззакония и погибели ходили по непроходимым пустыням а пути Господни не познали какую пользу принесло нам высокомерие и что доставило нам богатство с тщеславием все это прошло как тень и как молва быстротечная поверить трудно что Иисус есть Бог который если пьет со мною сидя нет я бы искусился и не смог прости сказал бы и не прими в обиду пророкам это да пожалуйста смогу навеличать служить ему имением но Бога в человеке выслишь гуд реально тамошнее на себя применим не зря спаситель часто запрещал другим передавать до воскресения что на фаворе видели о неземных вещах сын человеческий назвался фарисеем мы думали так жаловались скользь и никому-то самому Иисусу он царство восстановит превозмогая боль продолжили и захлебнулись грустью а дальше встреча с близнецом Фомой признавшего Христа тача за Бога его признание особой угрофой исследовать придется очень строго апостол Павел с Иоанном пишут в своих посланиях о божестве Христа и златоуст плеяда и отцов совсем не лишний он против ария воинственного стал сумеем ли себя преодолеть не подвергая риску корень веры по человечеству он покидает склеп по божеству всегда он будет первым нам в воскресенье опять дается шанс принять воскресшего Иисуса Богом сущим блажен кто при неверии позиции все сдаст пойдет на благовестие тому других научит поверить дар а это много стоит жить для воскресшего с благословенным игом честь оправдать в рай возвратиться с боем Христа узрим ни в образах ни в книгах 26 апреля 2008 года Игнатий Лапкин субтитры